Еще раз тоже об этом говорил. Ничего у меня, ребята, на самом деле после этого не поменялось. Это индекс 5000, то есть это по сути индекс всего американского фондового рынка, то есть 5000 компаний, которые входят в индекс американских компаний, то есть каким образом он себя ввел с 96 года. Соответственно, то, что мы можем наблюдать сейчас, куда мы можем сходить, слетать, то есть минимальный размер коррекции, который может сейчас развиться на второй волне локдаунов, это как минимум 40%. При этом, если вернуться к среднему значению, он должен потерять 65%, чтобы хорошо так осушиться. То есть, если будет развитие по самому негативному сценарию, то до самых минимальных значений рынку нужно упасть как минимум на 85%. В этой связи неудивительным является факт того, что мы в закрытом клубе инвесторов ежедневно отслеживаем направление умных денег, смарт-мани, направление денежных потоков, да, что несмотря ни на что, несмотря на то, что вроде бы как бы и коррекция-то на рынке произошла и причин особых нету, но если говорить о том, что, допустим, Dow Jones в общей сложности с сентября месяца там скорректировался на 6,5%, то умные деньги, хеш-фонды, да, институциональные инвесторы, они покинули практически рынок и их позиция в рынке сейчас находится на уровне февраля 2020 года, перед вот этой вот большой волной падения. И здесь, соответственно, у меня возникает большой вопрос. Скорее всего, они согласны в моих аналитических выкладках в том, что если началась вторая волна, она может быть очень болезненной для экономики, но через, скорее всего, какой-то отскок, да, отскок к Новому году. Поэтому в клубе по-прежнему ежедневно наблюдаем за потоком умных денег, да, то есть где они находятся в настоящий момент, как они будут перераспределять свои активы после выборов президента США. То есть будем просто за этим следить, смотреть, как развиваются события, но просто для меня вот показателен именно этот график. И, скорее всего, они вместе со мной на этот график тоже смотрят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова